Приветствую вас! То, что вы написали, это, знаете, жалость к себе на самом деле, это такое вот, ну, к сожалению, направленное на вас, то есть по отношению к самому себе, то, что у вас нет сил жить под кратом неприятностей и так далее. Этой жалостью к себе вы на самом деле ничего не измените. А вам здесь, знаете, я прочитал ваши вопросы, отвечал уже вам на какие-то из них, что значит постоянный ад, что значит град неприятностей. Это все зависит от вашего отношения к этому. Если не воспринимать неприятности как неприятности, если воспринимать их как негативный результат, да, результат отрицательный, но, если восприниматься как опыт, если потихонечку менять свою жизнь, жить счастливо, как вы говорите, и не жить в ожидании удара, потому что удара может не произойти. Но то, что вы постоянно его ожидаете, отнимает очень много сил. Давайте подумаем, как вам хочется жить, и что для вас означает жить счастливо. Вот. Какая цель? Вот это вот ваша жизнь хочется, и хочется жить счастливо. Это, по сути, цель. Теперь давайте подумаем, что вы можете сделать для этого уже сейчас. Не сразу, не все, но что вы можете сделать уже сейчас для того, чтобы жить счастливо. И вот это вам и нужно делать. И вот так постепенно, постепенно, постепенно вы будете улучшать свою жизнь и стремиться к тому, чтобы жить счастливо. Жить счастливо – это само по себе идеалистическое понятие. Это недостижимый идеал, к которому человек стремится всю свою жизнь. Кроме того, счастливо жить постоянно нельзя, потому что счастье не бывает непрерывным. Оно всегда прорывается, оно всегда конечно, и оно испытывается человеком вновь и вновь. Так что, у вас есть первое, это то, что нет сил жить в постоянном аду, это жалость к себе, от нее нужно избавляться. Жить хочется, хочется жить счастливо, как хочется жить. Что именно хочется иметь в своем, так сказать, жизненном пути, и чего вам не хватает сейчас. Что вы можете сделать для того, чтобы это появилось уже на данный момент, хотя бы чуть-чуть, хотя бы начать свой путь? Далее, приходится жить в ожидании удара. Зачем жить в ожидании удара, если его еще нет? Постоянно спрашивайте всегда, есть удар, нет удара. Когда будет, тогда будет о чем говорить? Далее, вы пишите силы, что-то менять не надо, опять жалуются к себе. То есть, понимаете как? Нет слова «не могу», есть слово «не хочу». Если не хочу, то почему не хочу? Вам может быть удобно кем-то жить так. Вот то, почему вам удобно, того, почему вам удобно, нужно вас лишать. И тогда, думаю, что проблемы у вас станет гораздо меньше. Ну, а вообще-то говоря, вы задаете очень общий вопрос, действительно, здесь я соглашусь с коллегой. Вопросы вы задаете очень общий, и, собственно говоря, даже вы не вопросы знаете, вы просто как бы ставьте нас в известность. А вот вы и писали это, вам ведь не стало легче, правильно? Нет. Правда, нужно что-то менять. И в первую очередь нужно предоставить жалеть. Вы говорите, вы обманываете себя, когда говорите, что у вас нет сил. У вас силы есть, ресурсы нет. Силы нет у больного, там, да, у человека, который не может подвинуть меня рукой на год. Вы это делать не можете, значит, сила есть. Но вы не хотите. Недостаточно у вас мотивации. Почему? Потому что хотите все и сразу. И вот именно то, что вы хотите все и сразу, мешать вам наслаждаться тем, что есть сейчас. Постоянный взгляд в будущее, постоянное стремление к тому, что только может быть, будет, не дает вам возможности подпитываться позитивной энергией уже сейчас, на данной моменте. Ну и неплохо бы разобрать, как бы даже не разобрать, а пережить, может быть, ту психотравму, которая у вас образовалась в результате ваших родных. Я прочитал ваши другие вопросы. Вы писали, что у вас половина семьи ушла очень быстро. Ну и хотя бы для памяти этих людей ради памяти этих людей. Вам нужно жить так, чтобы вами они могли гордиться. Разве они хотели бы, чтобы вы вот так вот себя жалели и пребывали в каких-то мечтаниях, поисках и так далее. Вряд ли. Они хотели бы, чтобы вас, может быть, было бы немного, но за то, чтобы это было ваше и чтобы это делало вас счастливыми. Поэтому я думаю, что нет смысла себя жалеть, потому что вы пишете такие сообщения, ничего не изменится. Можно либо брать себя в руки и заставлять себя что-то делать, потому что начать что-то делать легче, потом вы втянетесь в этот процесс. А либо начать консультироваться со специалистом, которого вы можете выбрать на основе ресурсы, на постоянной основе, и все-все-все-все проблемы прорабатывать с ним. Потому что, ну, так вы точно никогда не продвинетесь никуда. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо.